Заработные платы врачей вырастут. Об этом рассказали чиновники на заседании правительства Саратовской области. Кроме вопросов здравоохранения, власти обсудили и другие проблемы. Касаются они как экономической, так и культурной жизни региона. Что уже сделано, а что еще планируется, узнала Анастасия Куклева. Теме здравоохранения посвятили один из вопросов заседания. В этом году впервые за последние 20 лет возродилась санитарная авиация. Людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, теперь можно доставлять по воздуху из отдельных районов в областной центре и даже другие регионы. С августа текущего года было сделано уже 10 вылетов. Кроме того, министр здравоохранения пообещал, что никакого сокращения медицинских кадров не будет. А вот заработные платы у врачей в будущем году увеличатся. Повышать квалификацию персонала. При этом уменьшения финансирования учреждений не будет. Учреждения, как и финансировались до сегодняшнего дня, будут финансироваться и в дальнейшем. С того же источника это одноканальное финансирование, которое проводит Фонд обязательного медицинского страхования. Самое главное, что структура оказания медицинской помощи жителям будет сохранена. Показатель уровня жизни в нашей области не лучший по стране. Причины сложившейся ситуации, по мнению министра экономического развития, просты. Одни из оставных – недостаточные налоговые сборы. Малое число предприятий в регионе выпускают конечную продукцию, а также оставание в развитии в инженерной сфере. Кроме того, в регионе проживает большое количество людей пенсионного возраста, что дает дополнительную нагрузку на бюджет. По мнению чиновника, необходимо продолжить борьбу с теневым бизнесом, развиваться в области производства конечных продуктов, а также пропагандировать местную продукцию. Чтобы обеспечить последнее, необходимо увеличить количество сельскохозяйственных рынков. Реализация продукции на рынках, напрямую товаропроизводителя, она две выгоды имеет. И для товаропроизводителя, и сегодня для потребителя. Поэтому, если мы говорим, что... И вот на встрече еще раз убедился, люди подошли, говорят, мы не можем ездить в юбилейный или солнечный с заводского района. Но это совершенно неправильно. Поэтому в заводском районе за лето должен быть построен уже рынок Сан Саныч Соловьев и Леонид Саныч Пожаров. Кроме того, губернатор области призвал увеличить количество стадионов и катков. Валерий Радаев поинтересовался у министра спорта, какое количество ледовых площадок уже функционирует в городе. И остался недоволен тем, что залит пока лишь один каток на театральной площади. По мнению главы региона, используя современные технологии, не обязательно ждать, когда выпадет снег. На заседании чиновники обсудили и культурную жизнь нашего региона. Министр образования Саратовской области ознакомила собравшихся с программой новогодних мероприятий. Кроме обширной культурной программы, для детей из неблагополучных семей будет приобретено 63 тысячи новогодних подарков. А 72 ребенка примут участие в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.